Александр Михайлович Побегалов, главный тренер команды Шиня. Александр Михайлович, первые впечатления от игры. Вы, наверное, все заметили, что команда была, можно сказать, на спущенных ободах, а Владивосток просто так не дается. Вернулись и потеряли ту свежесть, которая сегодня нужна была против такой команды, как Томи. Но, несмотря на это, имели несколько моментов хороших. Надо было забивать, успокаивать игру и доводить, в общем-то, до логичной победы. А так нервотрепку до последних минут. Вопросы, коллеги? Давай, Андрей, с тебя по традиции. Получили эстетическое удовольствие от первого забитого мяча. Да, да. Такие голы украшает футбол. А мне показалось, что после этого забитого мяча игра немножко подраскрылась. И было у команды еще достаточно много моментов, когда передача на третьего. Чем это было уже? Ну, мы ребятам сегодня говорили, что они сейчас к концу сезона начинают чуть-чуть больше походить на ту команду, которую хотелось нам выстроить. И больше такого понятия, как игра в футбол. Уже работать все равно приходится, пахать. А вот игровые моменты, как сегодняшний забитый мяч, или тоже решение Васьки Оленникова, вы помните, с центра поля. Представляете, если бы он попал, какие бы два красивых шедевральных гола были. То есть вот умение одновременно бороться за результат и показывать игровую, ну, скажем, эстетически, как вы правильно сказали, хороший гол, это дорогого стоит. Мы на пути к такому футболу. Но было видно, что ребятам очень тяжело. Во-первых, и жара в первом тайме против ветра. Я ожидал, что во втором тайме по ветру, так сказать, мы сможем забрать инициативу, забрать мяч, забрать территорию, создавать моменты. Но, в общем-то, то им не сдавалось до последних минут. То есть замена самого предупреждения тем, что он не готов? Сережка? Он последние игры проводил, в общем-то, и, скажем так, у него косматического характера, заболевания, аллергия, и очень тяжело ему даются игры. И сегодня было видно, что он, ну, самый на спущенных ободах только с этим связан, с его физическим состоянием. Александр Ильич, последние три игры вы имели возможность быть зрителем, быть тренером, как мы могли бы, сверху смотреть, мы были снизу, как привычный со скамейкой. Поделитесь впечатлением, которое вам устроено. Ну, сверху всегда лучше смотреть. Однозначно, картинка другая. Более ты видишь, что происходит на поле. Глубже анализ, чем на бровке. На бровке больше эмоциональная, подсказ ближе с ребятами, но саму картинку поля, геометрию футбола видно, конечно, с бровки хуже. Вопросы? Александр Ильич, пяти ветку я посмотрел выступление Шильникова. Сегодня команда перевыполнила пяти ветку, набрала 56 очков. Обычно было 50, 54, да? Ну, если я вам сейчас показал свою тренерскую таблицу движения по турам, пять туров назад я написал 60 очков. Вот такую, как тренер себе и команде поставил задачу. Постараемся ее выполнить. Обязываю. Давайте Андрей, гадим. Вопросы, что команда была сегодня на спущен столешах. Вы удалось ли сегодня соблюдать игровую аритмию? Понятно, что все 90-е минуты, если давать тяжело, активно. Вы видели ли игровую аритмию? Ну, как таковой, вы имеете в виду, что мы сами создавали аритмию, да? Контроль мяча нужной продолжительности. Когда побыстрее, когда понадежнее. Поле не того качества, чтобы говорить про контроль мяча. Мяч все время, знаете, как футболисты говорят, на одном месте. Сказать на каком? Нет. Звонка из Сочи не было. Они сегодня вышли. По-моему, там 1-1. Вы поздравляете вас? Еще игра идет. Востокск поиграл. Но они не знают, они еще играют. А может, знают. Они будут бороться до конца за первое место. Басляков сейчас только что сказал, что сегодня был недель Томи. Это заслуга Томи или заслуга Ширина? Ну, наверное, всегда сказывается, как играет соперник. Недель Томи. Я не знаю, что Василий имел в виду. Не получалось, как он сказал. Ну, мы справились с теми задачами, которые ставили перед нашей игрой в обороне. И с Абдулавом справились, и с Стопецом справились. Хотя Стопец был наиболее опасен. Яша уже начал думать о той майке, которую я ему подарил после игры. С фотографией Яшина и подписью Яшин. Не видели такую майку? Видели, на доме футбола практически такая же футболка. Тревожный момент, конечно, такой был. Но Димке не привыкать. Вы помните, он это же сделал и с Чертановым. Ну, да, нужно отдать им должное. Но тоже качество. В определенные моменты хотелось бы повыше. Работа с мячом. Незамудинов не забил шаг на забивание только из-за поля? Надо его спросить. А вы не спрашиваете еще? Нет. Коллеги, вопросы? В Сочи все полетят уже, команда в полной боевой готовности. Тот, кто был в лазарете? Ну, в общем-то, дело в строю. Это важно. Стешин? Вот я спрашиваю дальше. Нет. Он катается на велосипеде. Мы ему, по-моему, предложим в клуб любителей велосипеда. Или в триатлон. Коллеги, есть еще вопросы? Всех с победой. Особо я бы отметил сегодня фанатский сектор, который с первых сразу секунд очень активно поддерживал.